Сергей, если хотите, я у меня сыграю. Конечно, хотим. Ждем. Слушаем с большим удовольствием. Слушаем с большим удовольствием. Слушаем с большим удовольствие. Слушаем с большим удовольствием. Слушаем с большим удовольствием. Слушаем с большим удовольствием. Слушаем с большим удовольствием. Браво. Ну что ж, как играет блестящий пианист, дирижер и композитор Константин Арбелян. Мы с вами только что услышали. Какие вопросы задаете вы, надеюсь, тоже услышат по телефону 617-5220-617-5192. Мы так давно ждали Константин Арбелян, что приготовили сегодня большую кучу сюжетов, о которых тоже хочется поговорить. И очень многое хочется вам сегодня, дорогие друзья, показать. Сейчас мы увидим с вами тоже, как мне кажется, выдающегося человека, быть может, на начальном этапе старт был не такой большой, а могло быть всё иначе. Ведь он мог поехать тогда, в 78-м году, да, на Золотой Орфей. Или это было раньше? Не 78-м годом? Я имею в виду Георгий Миносян. Нет, это был 75-й. 75-й точно Золотой Орфей Пугачёв поехал. А вместо него, да? Ну как вместо? Просто Георгий Миносян тогда с нами должен был поехать уже на гастроли в Соединённые Штаты. И, значит, вот тогда мы, естественно, общая, так сказать, мнение было, что должна поехать Пугачёва, и, так сказать, и я её тоже очень активно рекомендовал, знаете, она уже была лауреатом всесоюзного конкурса, артистами эстрады. Ну и что произошло на Золотом Орфее, мы уже все хорошо знаем, и Аллу Борисовну я совершенно обожаю, это очень воспочитаемо. Ну, про Аллу Борисовну отдельно поговорим после того, как всё-таки хочется посмотреть Георгия Миносяна. Знаете, мне о ней всё время хочется говорить. Да? Про Пугачёв? Да. Ещё одна императрица, да? Давайте послушаем Георгия Миносяна, «Ари Вик» называется композиция, потом вернёмся в студию и продолжим общение с вами. Луч к тебе прикоснётся, и глаза в тот же миг. Словно два ясных солнца, «Ари Вик», «Ари Вик», «Ари Вик». С тобой, с тобой одною. С тобой, с тобой, с тобой, с тобой, с тобой одною, ты, солнышко моё, земное. Солнышко мое земное Ну что ж, про солнышко земное в переводе с армянского А что ревика означает на армянском? Солнышко Солнышко, это солнышко мое земное Я угадал, когда сказал, исполнил нам Георгий Минасян Год назад не стал Георгия, да? Да, я и Минасян Вы проводили его Замечательный певец был Его очень не хватает сегодня нам всем Про Аллу Борисовну Пугачеву нельзя не поговорить чуть более подробно Мы, конечно, это сделаем после того, как пообщаемся И узнаем все о джазе от нашего телезрителя из Миннеаполиса Леонид, здравствуйте, добрый вечер Здравствуйте Здравствуйте Уважаемый господин Арбелян Ваша музыка потрясает Который принял Принял демократическую часть Парламента США В поддержку геноцида Это утверждение, что события Турции и Армении 15-го года, прошлого века, были геноцидом И армянский народ очень пострадал от этого И я выношу вам свои соболезнования в связи с этим И хочу сказать, спросить у вас Ведь армянский народ тоже рассеян по всему миру Из-за этих событий, из-за последующих событий И во всем мире армянский народ хорошо живет и творит Встречались ли вы со своим тоже армянским, ну, соплеменником, если можно сказать, французом Шарлем Аднавуром? Работали ли вы с ним когда-нибудь? И как вы цените его творчество? Спасибо Шарлем Аднавуром Очень близко знаком Да, знакомый с ним? Ну, конечно Неоднократно встречались Значит, мы же, оркестр гастролировал во Франции в 76-м году Тогда, значит, его не было, правда, в Париже Но был такой Джордж Гарваренц, его родственник, известный композитор Ну, Тагеран в 43, вы помните, знаменитую мелодию, автор музыки, кстати, Джордж Гарваренц А Шарлем Аднавуром мы позже в Армении встречались неоднократно Последние годы он очень часто бывает в Армении, так сказать И очень многое его сближает вообще Шарлем Аднавур сегодня, так сказать, любимец армянского народа Он очень много делает для Армении и прочее, да И у меня с ним тоже связи есть А как можно относиться к Карлу? Ну, как к Шарлю? Я недавно был в Кремлевском дворце съездов на его, как бы сказать, прощальном концерте был Даже не хочется этого слова говорить, прощальный концерт Это было изумительно совершенно И вот переполненный зал вообще, что там происходило Шарль Аднавур, это великий Шарль Аднавур Американский Фрэнк Синатра всегда говорил это Тони Беннет, певцы американские, считали, что Шарль Аднавур – это певец Нонер-1 в мире Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!